и снова здравствуйте не думайте что мы забросили ручную дуговую сварку в любом случае как и обещал мы возвращаемся и будем неоднократно проходить путь изучения ручной дуговой сварки потому что это основа и наиболее доступный способ сварки и так кстати обратите внимание на маленькое чудо которое стоит у меня под рукой следующем видео смотрите обзор этого сварочного аппарата но сейчас переходим к самому процессу сварки берем электрод 3 миллиметра и будем начинать варить я надеюсь что вы смотрели прошлое видео где я рассказывал как направлять металл на поверхности и вы я думаю потренировались но сегодня мы будем уже соединять две пластины значит что нужно помнить не забывайте выставить зазор если пластины больше толщины 2 миллиметра выполните прихватки потому что если вы не будете выполнять прихватки сразу начнете процесс сварки пластины могут немножко разойтись и в конце шва у вас будет большой зазор таким образом вы можете получить прожег металла насквозь для того чтобы этого избежать я сделаю прихватки и так поехали когда вы будете варить не забывайте что электрод должен быть по отношению к плоскости шва под 40 под углом 45 градусов но это показатель примерный чем более вертикально вы будете его держать тем интенсивнее будет дуга и таким образом вы можете прожечь от насквозь отверстие поэтому наклоняйте электрод и уклон нужен не для того чтобы вы прожгли либо не прожгли дырку а еще и для того чтобы шлак выходил на поверхность дальше когда вы зажгли дугу естественно в начале у вас будет такое ощущение что вы потеряли где же у вас шел поэтому заранее поставьте электрод как можно ближе к сварной пластине точнее к пластине которую вы будете сваривать и дальше начинаете чирканьем зажигать дугу дальше по сравнению с тем что вы наплавляли просто металл на поверхность тут уже ваша задача расплавить кромку одной пластины расплавить кромку второй пластины но не забывайте что и расплавляется электрод и дальше ваша задача все это смешать делайте небольшие движения влево и вправо потому что если вы будете держать неподвижный электрод вы будете расплавлять какую-то одну пластину это приведет к ненадежности сварного шва то есть старайтесь постоянно расплавлять обе кромки дальше не забывайте что электрод будет постепенно сгорать поэтому ваша задача его не забывать смещать вниз потому что часть того возникает ошибка те кто делает первые свои швы держат электрод неподвижном состоянии дуга начинает увеличиваться оптимальная длина дуги где-то порядка трех миллиметров тут конечно может возникнуть множество споров но учтите тот факт что если вы поставите электрод на обмазку как раз у вас и получится где-то 3 миллиметра 2-3 миллиметра и дальше не забывайте что если вы будете постепенно смещать электрод вниз вы не прожьете дырку если вы будете перемещаться вдоль шва если конечно вы зафиксируете руку в одном положении то дефект будет налицо дальше с какой еще ошибка встречаются часто начинает слишком сильно смещать электрод влево либо вправо тут ваша задача делать эти движения небольшими для этого расслабьте руку очень часто держат держак с таким усилием как будто у вас его кто-то вырывает держите его просто расслаблено вот таком положении что вот чуть ли у вас сейчас держак не выпадет из рук тогда вы сможете делать небольшие манипуляции потому что если электрод ваш пойдет гулять по пластине вы нам варите брак и соединение не получится надежно поэтому сразу обратите внимание на то как вы держите держак если вы будете варить аппаратом который вам достался дедушки либо просто где-то вы приобрели где длинный кабель либо это трансформатор либо кабель еще советского производства он достаточно тяжелая чем вы можете столкнуться что вес кабеля будет утягивать вниз постоянно ваш держатель и вам придется держать его в жестком положении и то усилие будет мешать вам выполнять шоу возьмите просто в левую руку кабель и поддержите рукой таким образом длина кабеля никак не будет влиять на то что вы будете выполнять сварное шоу или просто прикрепите крючок и повесьте его там на верстак или где вы там будете выполнять сварное соединение к примеру когда работаешь на высоте и кабель достаточно длинный, он будет постоянно тянуть вниз. В таком случае, тем более, держите рукой, либо повесьте на крючок. Есть еще один способ. Вы можете просто обмотать вокруг руки. Тогда усилие кабеля будет тянуть по плечу, а в кисти не ограничить ваше движение. Таким образом, кисть будет легко перемещаться по оси шва. Когда вы начинаете зажигать дугу, и электрод у вас еще новый, а если электрод 4 мм, он имеет еще большую длину, у вас может возникнуть проблема с перемещением электрода, то есть с манипуляциями, которые вы должны проводить в ограниченном пространстве, то есть порядка 3 мм. Особенно, когда вы делаете первые свои швы, вы немножко волнуетесь, и рука у вас будет более скована. Для того, чтобы легче это делать, вы можете просто поддерживать держатель второй рукой. В этом нет никакого стыда или какой-то страшной ситуации. В любом случае, конечно, опытный сварщик, он там легко зажгет дугу, легко будет перемещать электрод вдоль оси шва. А вы, как начинающий, вы просто можете взять, вот таким образом зафиксировать, и легко смещать. То есть поддержите просто второй рукой, если, конечно, вам не приходится держать маску второй рукой, если у вас маска крепится на голове. Я надеюсь, что все эти советы приведут вас к желаемому результату. Постепенно вы будете учиться. Конечно, сразу все получаться не будет. И если возникают вопросы, всегда их задавайте, и я с радостью на них отвечу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.